Я хотела бы сегодня представить свой доклад в основном направлении психосоциальной реабилитации антологических больных после ампутации нижних каких-то стендей. Я Екатерина Патронова, я соцсетитель антологии имени Владимир Танка, отделение медицинской реабилитации, и работа, которую вы сегодня можете представить, выполнена мною вместо гарантии нашего антологического центра, так и сотрудниками с педагогическим университетом Ольгой Юрьевной Щелковой, заведующей кафедрой медицинской психологии и психофсиологии, и Яковлевой Марией Викторовной. Соответственно, совместно коллективом наших учреждений сейчас проводятся исследования качества жизни и как результат тех эмпирических данных, которые мы получаем в процессе исследования, формирование комплексной психосоциальной модели реабилитации для этих пациентов. В первую очередь я хотела бы сказать, что расширение возможностей современной медицины, появление новейших технологий протезирования делают вопрос адекватной психологической помощи пациентам, перенёсшим ампутацию, крайне актуальным. И, соответственно, мы в своей работе представляем междисциплинарный подход к изучению психологических и социальных факторов восстановления, и в том числе возвращение к труду и социальной активности пациентов после ампутации нижней конечности. Изучение психологического статуса и качества жизни пациентов проводится в неразрывной связи с данными об особенностях протекания и лечения основного заболевания, что обеспечивает индивидуальный подход к реабилитации пациента и позволяет сделать восстановительный процесс более эффективным и менее продолжительным. В настоящее время в мировой науке представлено большое число работ, посвящённых изучению физической активности, социального функционирования и психологического благополучия пациентов после ампутации. И многие исследователи в своих работах, что, конечно же, представляется нам очевидным, говорят о значительном снижении качества жизни пациентов и о распространённости и выраженности психологических трудностей, проблем социальной адаптации. И также в исследованиях отражены проблемы профессиональной деятельности пациентов после ампутации, а также вопрос о возможности продолжать прежнюю трудовую деятельность и мотивации возвращения к труду. Дело в том, что большинство существующих исследований в области восстановительного процесса после ампутации посвящено реабилитации людей после потери конечностей в связи с травмой. Здесь я хотела бы упомянуть американское общество, которое более всего занимается вопросами реабилитации пациентов после ампутации в связи с травмами, полученными в том числе при боевых действиях, ну и всяческие травматические ситуации. Соответственно, качество жизни именно онкологических пациентов после ампутации нижней конечностей, которая является не такой уж редкой операцией в связи с зачастую распространённостью процесса как при опухолевом поражении костей, так и при опухолевом поражении мягких тканей конечностей. Выбор именно исследования качества жизни и формирования программ реабилитации комплексной на основании полученных исследований НАВИ был сделан в связи с тем, что нижние конечности наиболее значимо влияют на изменение качества жизни в связи с значительными ограничениями физической активности и как следствие ограничениями возможности себя обслуживать и возможности продолжать трудовую деятельность не только в прежнем объёме, но и в принципе продолжение трудовой деятельности и профессиональной деятельности является значительной задачей и сопряжено с рядом трудностями для этих пациентов. Соответственно скажу два слова про тех пациентов, которые были исследованы нами на данный момент. Это, как правило, люди трудоспособного возраста, это пациенты в возрасте от 20 даже 19 лет в отделении нашего института, это хирургическое отделение общей онкологии, до возраста 65 лет. То есть, как вы видите, большинство пациентов представляет собой выборку трудоспособного возраста, и это как раз те люди, которым наиболее важно вернуться именно к активной трудовой и ролевой деятельности после таких обширных операций. Мы использовали в нашем исследовании краткий общий опросник качества жизни, Self-Status Array, я думаю, Self-36 — это достаточно известный опросник, и Quality of Life Questionary — это опросник Европейской Организации по исследованию и лечению рака, и также в дальнейшем, сразу же скажу, мы использовали также модуль Bone Metastasis, и в дальнейшем мы будем использовать наш авторский специализированный опросник качества жизни онкологических пациентов, перенесших ампутацию нижней конечности, который также будет иметь модуль фантомной боли. Так как, забегая вперёд, скажу, что качество жизни этих пациентов испытывает серьёзное влияние болевого синдрома, в том числе это часть фантомных ощущений, которые значительно ограничивают качество жизни. Как вы видите, значительное изменение качества жизни, снижение качества жизни у этих пациентов представлено по ряду шкал, и, соответственно, можем сказать, что очень серьёзно страдает ролевое функционирование, и интенсивность боли привлекает своё внимание, и серьёзно снижается физическая активность пациентов, что, конечно же, является понятна. И по результатам качества жизни, исследования качества жизни опросника предназначенного непосредственно для изучения онкологической патологии, мы с вами также видим, что серьёзные значения у интенсивности болевых ощущений. Также мы можем сказать, что общее качество жизни затронуто, и согласно опроснику по непосредственно опухолевому поражению костей мы можем говорить о снижении качества жизни по психосоциальным аспектам. Соответственно, на основании полученных нами эмпирических данных, почему это важно, мы строим программу реабилитации, и наши рекомендации по комплексной психосоциальной реабилитации опираются не только на нашу экспертную оценку как специалистов, и на наши авторские интервью, и на наши клинические беседы с пациентами, но также непосредственно на результаты наших эмпирических исследований, которые позволяют нам сказать о том, когда мы говорим о качестве жизни, мы говорим про интегральное ощущение самого пациента, как я себя чувствую в сложившихся условиях, да, про ощущение благополучия, неблагополучия, трудностей, которые есть у самих пациентов, по их оценке, а не по нашей. И, соответственно, на основании тех ощущений, которые нам, с которыми с нами делятся пациенты, и тех зон наибольшей фрустрации, которые пациенты отмечают, мы формируем наша программа психосоциальной реабилитации. Соответственно, вопрос строит о выборе формата. Конечно же, в связи с той ситуацией, которая у нас сейчас есть, групповая работа была затруднена, но сейчас мы, слава богу, с карантинного режима будем переходить на штатный. И тогда при выборе формата мы говорим, что результаты нашего исследования, говорящие о снижении ролевой активности пациентов и о снижении социальной активности пациентов, требуют группового формата, групповой работы. Так как группа пациентов с ампутацией нижних конечностей, находящихся в процессе реабилитации, как ранней реабилитации, так и, в общем-то, продолженной, так как протезирование это примерно 6 месяцев после основного лечения, завершения основного лечения и хирургического, и химиотерапевтического, если оно есть. Соответственно, групповая работа занимает очень важное место в психосоциальной реабилитации. Так как позволяет пациентам, я сейчас хочу обратиться и сослаться на работу Ельвина Ялома, широко известной, о том, что понимание того, что то, что со мной случилось, это не уникальная моя история. Она, конечно, уникальная, но я в этой истории не один. Это история целой группы людей. И тогда ролевая активность и социальная активность, опосредованная моим опытом проживания вот этой вот тяжёлой ситуации рядом с людьми, которые столкнулись с той же проблемой, у которого есть та же проблема, позволяет мне получить как колоссальную поддержку не от специалиста, который так или иначе всё равно воспринимается вовне, потому что он не вовлечён так в эту ситуацию в силу того, что он не входит в эту группу при всей эмпатии и при всей включённости. А именно проживание своего опыта вместе с теми людьми, которые находятся внутри этой ситуации, позволяют человеку проще вернуться в общество людей, не переживших этот опыт, уже с пониманием того, что я могу организовать свою жизнь после этого события и организовать его с учётом тех ограничений и физических, и тех психосоциальных аспектов, влияния которых я очень чётко ощущаю в связи с происходящим. И, соответственно, также я хочу сказать о работе отдельно, остановиться на болевом синдроме. Болевой синдром занимает особое место в психосоциальной реабилитации и работа со схемой тела и с дыхательными техниками. О чём я хочу сказать? Понятно, что в наш век высоких технологий, высоких медицинских достижений мы можем сказать, что та терапия по оккупированию болевого синдрома, которая сейчас существует, конечно же, значительно облегчает пациентам этот период и помогает им справиться с болью. Тем не менее, когда мы говорим о фантомных болях, ну, механизм понятно, он дискуссионный, возникновение и влияние, и вообще, в общем-то, лечение фантомных болей существует. Очень много точек зрения на этот вопрос в зарубежной литературе. Я не буду на них сейчас обстанавливаться, так как наши временные рамки этого не позволяют. Скажем о том, что механизм возникновения и протекания фантомных болей, а также влияние на качество жизни и на субъективное ощущение благополучия пациентов, в общем-то, скажем так, стоит особняком. В общем, болевом синдромом также, естественно, подключается к нему. И работа с фантомным ощущением в первую очередь, но и с болевым синдромом в общем, да, мы говорим, что это всегда работа со схемой тела и с дыхательными техниками для того, чтобы пациент мог адаптироваться к новому, к новой структуре своего физического «я», к принятию этого и, соответственно, к обучению себя взаимодействовать со своим телом, с этими изменениями и, соответственно, с тем, чтобы давать себе возможность также становиться активным участником процесса психосоциальной реабилитации, а не пассивным участником анализирующей или прочей терапии, а именно появлением понимания того, что я тоже могу здесь работать над облегчением своего состояния, над тем, чтобы на него влиять и делать свою жизнь, также оптимизировать свое качество жизни. Соответственно, мы также говорим о важнейшем компоненте психосоциальной реабилитации, таком, как мотивация. Так как поделюсь с вами предварительными результатами нашего исследования, также при котором мы исследовали ценностно-мотивационные, первого способа совладающего поведения. И мы можем и лично... Слышите меня? Да, да. Пора закругляться. Да, у меня одна минута. Спасибо большое. Одна минута. Соответственно, мы говорим о том, что мотивация к паратезированию и к восстановлению социальной активности также является нашей мишенью при наших программах психосоциальной реабилитации и также предполагает наряду с групповым форматом, конечно же, индивидуальной. Уважаемые коллеги, спасибо большое за внимание. У меня все. Уважаемые коллеги, спасибо. Спасибо.